Международный информационный выпуск «Середина земли» начинается жителям Бурятии о главных новостях при Ангаре. Расскажет корреспондент и телекомпания АСТ. Я Александра Кашурникова. Здравствуйте. Давши слово, иркутский путешественник исполнил обещания, данные во время сильного шторма на Байкале, когда едва не погиб он сам и его сын. Своими руками он построил недалеко от Сливдянки часовню. На это потребовались 10 лет жизни и помощь подвижников из числа местного населения. Артур Харламов продолжит. Уже к минусу шло. В палатке-то жить. Но у него вон там висит еще спальник. Мешок-то. Ящик тут вон там большой. На него его положил и спал. Житель поселка Сухой Ручей, который находится в двух километрах от Сливдянки, Валерьян Адамов. Рассказывает о человеке, который появился в поселке этим летом. Поставил свою палатку недалеко от детской площадки и стал жить. Как выяснилось позже, не просто так, а преследуя цель – построить здесь, на берегу Байкала, часовню. Десять лет назад преподаватель плавания одной из иркутских школ, путешественник Виктор Мачкалян вместе с 14-летним сыном решил перейти славное море на веслах. В пути их застал жестокий шторм. Уже почти ни на что не надеясь, Виктор обратился к силам небесным с просьбой спасти и сохранить. Вот я в тот момент почувствовал дыхание смерти. Это был конец. А помощи только был, ну, учитывая то, что я был старшим в этой ситуации, я и должен был принимать решение. Ну, я и принял, и попросил, вот, замолился, и Бог меня услышал, спасибо Господу, что вот мы остались живы. Когда жители Прибайкальского посёлка узнали, почему у них появился этот приезжий из Иркутска, всем миром пришли на подмогу ему и делу, которое он затеял. Бетон, мы сейсмопоезд заливали, бетон давали бесплатно. Также администрация похлопотала, ну, насчёт этого бетона. И штукатурили строительная организация. Со строительством возникло немало проблем. Но высшим ли промыслом, стараниями людей, оно было закончено. Этим летом местный батюшка совершил здесь обряд, который, как считают православные, стены будущего храма вдыхает живую душу. Этот храм уже осветил настоятель Судянской церкви. Часовню нарекли именем Николая Чудотворца, покровителя моряков и путешественников. Поэтому уже сейчас здесь можно поставить свечку. В будущем же это смогут сделать все проезжающие туристы и путешественники. А ещё Виктор Мачкалян решил на берегу близ Сухого ручья поставить крест. Он пока хранится в местном Доме культуры. В память о тех, кто когда-то ушёл в эти просторы и не вернулся назад. Артур Харламов, Евгений Ширыпов. Новости сейчас. Открытие главной городской ёлки Иркутска назначено на 25 декабря. Об этом на пресс-конференции рассказали начальник управления культуры администрации города Ольга Аксаментова и директор муниципального учреждения, ответственного за подготовку областного центра к Новому году. Почувствуйте приближение праздника вместе с нашим корреспондентом. Из этих ледяных кирпичей будет сложен дом Деда Мороза. Непростой, двухэтажный, с камином. Много лет пробовали это делать, и у нас что-то получалось, что-то не получалось. Но мы нынче всё равно опять возвращаемся к этому, потому что Дедушка Мороза где-то должен быть дом. Её понятно, что в Устюге великом есть. Но Иркутс же тоже должен своего Дедушку Мороза домик, так сказать, какой-то построить. Вот у нас здесь избушка будет Деда Мороза. Дети очень любят общаться с Дедом Морозом в таком ледяном дворце. И письма приносят. Сказка. Мы притворяем в жизнь сказку. Почти готовы сказочная карета и замок с крутой и длинной горкой. Когда работа над этим городком будет закончена, мастера переместятся в сквер Кирова. По соседству с фигурами спортсменов появятся сказочные герои, детский лабиринт и горки. А пока на главной городской площади устанавливают главную городскую ёлку. Планируется открытие главной городской ёлки 25 декабря в 18.00. То есть будет, в отличие от предыдущих годов, сцена будет установлена там же на сквере, не на лейной 14-б, как предыдущие годы, ну, чтобы действовать, приблизить максимально к самой ёлке. Праздничные мероприятия также пройдут в каждом районе города. Это будут открытия ёлок в округах, уличные театрализованные представления, выставки и мастер-классы в учреждениях дополнительного образования и библиотеках, спортивные состязания. Это первенство по стрельбе из лука, и новогодний турнир по мини-хоккею, и международный турнир по спортивной аэробике, соревнования по лёгкой атлетике, большой-большой список настольный теннис, и мини-хоккей с мячом, и новогодние эстафеты на коньках. Кроме того, администрация Иркутска объявила конкурсы на лучшее новогоднее оформление среди торговых предприятий, лучшую новогоднюю игрушку и дворовую ёлку. В Иркутск из Москвы вернулись гимнастки-воспитанницы спортивного клуба «Ангара». На международном турнире, который проходил с 5 по 7 декабря, они завоевали три золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Со спортсменками встретилась Мария Кнезева. На соревнования в Москву Настя Марышева полетела потому, что не получилось дать билеты. Накануне спортсменка сильно повредила ногу и была уверена, что с такой травмой она не боец, оказалась боец, причем еще какой. Даром, что ее вид – художественная гимнастика. Музыка Было достаточно так. Очень сложно еще. Плюс время, плюс 5 часов. Ну, выступила, взяла медали, даже не ожидали, что была травма. Мы думали, что просто едем хотя бы все показать. Оно получилось, что мы еще завивали медали. Домой в Иркутск Настя привезла серебро и бронзу. А вот и самая юная победительница соревнований. Золотой медалистке Даши Корзун 4 года. Больше всего маленькой чемпионке запомнились не соревнования, а прогулки по московским улицам. Гуляли. Кино. Да, она ушла, поскольку хотели. Там был балет. Участие в турнире приняли 9 воспитанниц спортивного клуба «Ангара». Итогом их выступления стали 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовые медали. И первое место в командном первенстве. Тренера девочек Анну Кочкину переполняет гордость за подопечных. Они оправдали самые смелые ожидания. Поехали с проверкой, посмотреть, что за первый международный турнир, какой уровень. Поехали, в принципе, туда, не за местами. И когда дети начали выступать, показывать результаты, я была безумно рада. И результаты, причем, неплохие. Все дети вошли в пятерку сильнейших. Теперь иркутских гимнасток ожидают тренировки и подготовка к новым соревнованиям. Летом 2014 года они отправятся на международный турнир в Болгарию. Мария Князева, Константин Синицын. Новости сейчас. На авиабазу Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, до конца 2013 года Лануденский вертолетный завод поставит около 10 новых транспортно-штурмовых вертолетов. Подробнее об этом расскажет моя коллега из телекомпании «Альтез». Марина Кузнецова сейчас в студии. Коллега, вам слово. Здравствуйте, Александра. Более 60% пилотов авиабазы ВВО уже готовы к выполнению учебно-боевых задач на новых вертолетах Ми-8. Прозванных на одной из авиавыставок «Терминатором». Также на авиабазу «Домны» до конца этого года поставят еще четыре новейших истребителя Су-30СМ. А теперь к другим темам. Красочный карнавал, русские блины и танцы до изнеможения. Таким запомнился забайкальским артистам фестиваль «Этни Аконфронта» в итальянском городе Мотелика. Наш следующий сюжет продолжает рассказ о европейском туре фолк-театра «За Байкали». Пожалуй, самые яркие впечатления в европейском туре фолк-театра «За Байкали» 2013 оставил город Мотелика. Он располагается в регионе Марки, в центральной части Италии. В первый же день пребывания здесь артисты заявили о себе всему городу. Фестиваль «Этни Аконфронта» в этом году юбилейный. За 20 лет его участниками стали артисты из 60 стран мира. В этот раз национальную культуру представляли коллективы из Индии, Мадагаскара, России и, разумеется, Италии. Мы мечтаем, чтобы наш фестиваль стал центром мировой фольклорной культуры. Мотелика – очень гостеприимный и тёплый город. Выступление коллективов с каждой минутой подогревало и без того жаркий вечер. Артисты из Мадагаскара, к слову, приехав в Италию, попали из зимы в лето. В южном полушарии, на их родном острове, в это время самые холода – до плюс 13 градусов. Ребята с прекрасным чувством юмора демонстрировали не только умение энергично двигаться, но чудеса гибкости и выносливости. Группа «Саготра» создана два года назад и теперь очень известна на острове. Артисты рассказали, что традиционная музыка Мадагаскара перемешала в себе культуры Индонезии, Малайзии, Африки и Европы. Мы выбирали направление в музыке и остановились на фольклоре, потому что это очень популярно на Мадагаскаре и даже среди молодёжи. У нас всего один профессиональный музыкант, в основном в коллективе студенты. Участники из Индии зажгли в прямом смысле этого слова. В одном из концертных номеров девушки танцевали, держа на голове чаши с огнём. Позже они признались, что это действительно страшно, но смотрится очень эффектно, поэтому они долго тренировались. Разогретая публика с восторгом принимала забайкальцев. Здесь любят русскую культуру и знают некоторые русские песни. Фолк-театр Забайкалья – пятый коллектив из нашей страны, побывавший здесь. Однако то, что они исполнили, в мотелике увидели в первый раз. Мне очень понравилось красивое, яркое выступление русского коллектива. Я рад, что сегодня пришёл на этот концерт. Организаторы фестиваля решили, что русские не только хорошие артисты, но должно быть и прекрасно готовят свои традиционные блюда. Так что уже на следующий день женская половина забайкальского коллектива встала к плите. Мы долго думали, что мы будем готовить, чтобы всех накормить. И чтобы всех накормить, мы решили приготовить блины. Потому что вообще он всех не накормишь, а блинами наоборот, ну и вот. Купили продукты. У них половина продуктов вообще нет, которые нужны для блинов. Итальянские девушки помогали с удовольствием, полностью опровергнув поговорку о том, что несколько хозяек не могут ужиться на одной кухне. Дегустация для всех желающих прошла в городском уличном кафе. С песней и открытой русской душой артисты фолктеатра Забайкалья угостили жителей Мотелики. Насыщенная программа пребывания забайкальцев в этом гостеприимном городе на этом не была исчерпана. Кульминацией фестиваля стало шумное, разноцветное, веселое шествие. Горитые уночки, мотелики, не только увидели настоящий карнавал, в частности фестиваля, все познакомились и засыпаются вместе. Продолжение карнавала – танцевальный марафон. Горячие южные итальянцы из города Таранто поразили всех выносливостью. Свой традиционный танец Тарантелло они сами исполняли больше часа и вовлекли в него всех окружающих. Чтобы танцевать Тарантелло – это очень спортивные какие-то возможности. То есть я вот сам вот сейчас вот танцевал это и очень тяжело. Я даже не представляю, как это я не танцую, так столько часов на сцене, как бы это очень сложно. Отмечу, что трое забайкальских артистов остались без обуви, так что свою часть мастер-класса уже проводили босиком. Игровой номер «Пчелочка» еще больше укрепил дружбу людей, собравшихся здесь из разных уголков планеты. Монгольская рок-группа «Харанга» объявила конкурс кавер-версии своих песен под названием «Харанга – онлайн кавэ». На официальной странице в Фейсбуке участники группы написали, что конкурс проводится в рамках празднования 25-летия коллектива, которое будет отмечаться в следующем году. Другие подробности расскажет ведущая программы новостей телекомпании «Аист Монголия» Эрдена Ниампуров Дорж. Здравствуйте, коллега, вам слово. Здравствуйте. Принять участие в конкурсе может каждый. Необходимо снять на видео, как вы исполняете песню группы «Харанга» и выложите запись в интернет, сделав ссылку на страницы группы в социальной сети. Победители определят в двух номинациях – кавер-исполнитель и кавер-группа. А теперь к другим новостям столицы. О них жителям Бурятии расскажут корреспонденты новостей «Инэцакт». Я, Провдошу Дуныня. В Монголо-Японском центре состоялся день открытых дверей для юных членов общества Красного Креста Монголии. Для них провели обучающий семинар по оказанию экстренной медицинской помощи. Все подробности у нашего корреспондента. В Монгольском отделении Красного Креста безвозмездно трудится более 500 добровольцев. Среди них 18-летняя Бум – волонтер со стажем. Уже четыре года он помогает пожилым людям, детям-сиротам и принимает участие в организации обучающих семинаров для юных волонтеров. По словам Бум, на них большое внимание уделяется вопросам здоровья. В этот раз члены Красного Креста рассказали и показали, как оказать первую медицинскую помощь. Началась зима, а значит, началось самое травмоопасное время года. Много людей получают ушибы или переломы рук и ног при гололеде, обморожение. Также участились случаи автодорожных происшествий. Поэтому мы рассказываем ребятам, как правильно нужно помогать людям, попавшим в такую ситуацию, не только взрослым, но и детям. Общество Красного Креста совместно с Дорожной полицией столицы организовали семинар «Здоровье юных волонтеров» для сотни учеников общеобразовательных школ. Ребята прошли двухчасовой курс обучения у методистов района Бензорг. Практические навыки юные волонтеры отрабатывали на специальных манекенах-тренажерах. Они научились не только проверять пульсы, накладывать повязки, но и восстанавливать дыхание. Мы стараемся воспитывать в детях сильную волю и присутствие духа в любых, даже самых сложных ситуациях. Ведь от их действий могут зависеть жизни людей. Поэтому нужно не только уметь оказать помощь, но и не растеряться в этот момент. В рамках программы «Здоровье» волонтеры общества Красного Креста Монголии планируют проводить обучающие семинары до 2015 года. Светлана Штагарова, Ингпелик, Айс Монголия. В детском дворце Монголии состоялся галоконцерт в фестивале искусств «Звезды будущего». Участие приняли более 300 детей со всей страны. Подробности далее. Намин начала петь еще в детском саду. Сегодня она уже участвует в галоконцерте. По ее словам, это еще один шаг навстречу своей мечте – стать певицей. Намин получила золотую медаль номинации «Хорового пения» в детском фестивале, который 13-й год организует Монгольская международная организация. Мы рады, что победили. Представляем центральный «Эймак». Участвуем впервые. Моя мечта – стать певицей. В фестивале приняли участие более 4 тысяч детей из городов и аймаков. 300 лучших детей 6 декабря отдыхали в детском лагере на Ирандал, где в театре «Хорация» соревновались за звание лучшего. Сегодня обладатели призовых мест дали галоконцерт. В этом году особенность фестиваля заключается в том, что включили хоровое пение. Его цель – расширение детского хорового искусства, создание местных хоров и привлечение как можно больше детей. Цель этого фестиваля – открыть таланты детей из малообеспеченных семей и тех, которые за финансовый уровень не могут посещать кружки и участвовать в других городских соревнованиях. В этом году 50% участвующих детей впервые приехали в столицу, а 95% – впервые отдыхать в детском лагере на Ирандал. А два участника фестиваля получили приглашение на учебу в университет культуры и искусств. Соланго, Тлонбад, Инцакт. Спасибо за внимание. На этом у меня пока все. Как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске. А сейчас я передаю слово нашим коллегам из Китая. На связи корреспонденты Си-Си-Тиви Русский из Пекина. Телеканал Си-Си-Тиви Русский приветствует зрителя программы «Середина земли» в студии «Намила». В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях в Китае. В Китае можно рассчитываться рублем. При граничном городе Суэфэнхэ разрешили свободное обращение российской валюты наравне с юанем. Правда, пока это экспериментальный проект, рубли можно хранить в местных банках, платить ими в супермаркетах. Комментарии бизнесменов, финансистов и просто гостей жителей города в нашем следующем репортаже. Впервые с момента образования КНР иностранная валюта получила такие же права, как и юань. Анжела – постоянный гость Суэфэнхэ. Вот она сюда приезжает несколько раз. Девушка говорит, что теперь она здесь чувствует себя как дома, потому что рубль можно свободно использовать при оплате товаров и услуг. Раньше в Суэфэнхэ можно было расплачиваться только юанями. На сегодняшний день можно платить рублями. Я вот только что приобрела кофту, красивую, качество, хорошее, за рубли. После того, как в Суэфэнхэ ввели свободное обращение рублей, всё стало намного удобнее. Теперь, чтобы купить у нас товары, нашим клиентам не надо бегать в банки и менять деньги. Они прямо здесь расплачиваются. Сейчас в Суэфэнхэ есть 16 финансовых учреждений, которые работают с рублём. На их долю приходится 97% всех операций с российской валютой в провинции Хэйлунзян. Лидер по этому показателю – филиал Харбинского банка в Суэфэнхэ. На фоне быстрого развития китайско-российских отношений, нововведения будут играть активную роль в банковских операциях с рублём. Сейчас многие предприятия нуждаются в рублях. Это хорошая возможность для них. Город Суэфэнхэ, который многие называют столицей российско-китайской торговли, это важнейший канал экономического взаимодействия РФ и КНР. В этом году объём товарооборота между ним и Россией достиг почти 15 миллиардов юаней. Это 2,5 миллиарда долларов США. Вместе с быстрым развитием пограничной торговли и увеличением потока российских туристов растёт и объём использования наличных рублей. Я думаю, что это очень позитивный сигнал для всех. Это будет стимулировать дальнейшее развитие торговли между Северным Китаем и Дальним Востоком. К тому же больше российских туристов будут посещать Суэфэнхэ. Новое постановление ликвидирует местный чёрный рынок, и клиенты и владельцы магазинов будут чувствовать себя безопаснее. По мнению экспертов, свободное хождение рубля позволит снизить объём нелегальных операций и упорядочить процесс расчётов. Новшество превратит Суэфэнхэ в образцовую площадку для торгов валютной парой юань-рубль. Будет способствовать формированию механизма обменного курса, создаст прочную базу для продвижения циркуляции юаня в приграничных российских городах. В Пекине четвероноги могут разрешить ездить в общественном транспорте. Сегодня муниципалитет одобрил поправки к соответствующему закону. Столица готова открыть вход в метро и в автобусы для собак-поводырей. В некоторых крупных городах, например, Цунцине и Шенчжине, аналогичные меры уже действуют. В Пекине же до сих пор поводырей считают потенциально опасными для пассажиров. Так ли это на самом деле, а также о трудностях жизни, незрячих в мегаполисе, расскажем в следующем репортаже. Чаньян профессионально настраивает фортепиано. В ее работе ей никто не нужен. Девушка полностью полагается на слух. Однако в повседневной жизни одних ушей мало. И здесь Чаньян на помощь приходит Дженнифер. Этот добродушный лабрадор, верный друг Чань, самое близкое ей существо. Собака всюду сопровождает девушку. Но есть место, куда и вход заказан. Перед станцией метрополитена Дженнифер, наученная горьким опытом, остановилась. Они говорят, что с собаками нельзя, даже если это поводыри. Когда мы попытались пройти уже в одиннадцатый раз, Дженнифер легла там и не двигалась. Я не видела ее, но я знала, что она плачет. Правила есть правила. Мы не получали уведомления, что собак поводырей пускать можно. Если правила изменят, я буду только рада пустить вас. Между тем, рядовых пассажиров присутствие в вагонах таких животных нисколько не смущает. Я не возражаю, чтобы собак поводырей пускали в метро. Все поводыри проходят специальную дрессировку. Они умеют себя вести. Как утверждают кинологи, в Китае общественность становится все более лояльной по отношению к четвероногим проводникам. По статистике, в стране проживают 16 миллионов инвалидов по зрению. Однако, так же, как и в России, дрессированные собаки здесь далеко не у каждого. Ежегодно обучающие их организации могут подготовить только 5-6 поводырей. А заявки приходят от 50 тысяч. В США сейчас зарегистрировано 10 тысяч собак-проводников. В Китае только 50. Хозяйка одной из них – первый в истории КНР золотой медалист паралимпийских игр Пин Яли. С помощью именно этого пса она зажгла огонь пекинской паралимпиады в 2008 году. Однако, в обычное время легкоатлету приходится бороться с рядовыми тяготами мегаполиса. Водитель автобуса оказался мягкосердечным и пустил друзей в салон. Пин Яли говорит, что люди больше всего боятся непредсказуемости поведения животного. Думает, что собака, если ее спровоцировать, будет атаковать. Наш небольшой эксперимент доказал невозможность такого сценария. Лабрадор Лаки не ввязывается в драку, а просто уводит хозяйку от опасности. Для таких, как Пин Яли и Чен Йень, собака – это не просто питомец. Это практически вся их социальная жизнь. Друг и верный помощник. Это все, о чем мы хотели рассказать вам на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. По данным ГИС Метео, 12 декабря в Улан-Удэ ночью минус 20, минус 22, днем минус 13, минус 15, ветер северо-западный 1,5 метров в секунду. В Иркутске ночью 20, 22 градуса мороза, днем минус 10, минус 12, ветер юго-восточный 1,5 метров в секунду. В Чите ночью минус 24, минус 26, днем минус 19, минус 21, ветер северный 2,7 метров в секунду. В Улан-Баторе ночью 18, 20 градусов мороза, днем минус 8, минус 10, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. В Пекине ночью минус 3, минус 5, днем 0, плюс 2, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.